Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раимбеков и Сурдоперед обеспечивает Айгуль Стамбекова. 938 тысяч квадратных метров жилья сдадут в эксплуатацию в Алматинской области в этом году. Несмотря на режим чрезвычайного положения, все работы по строительству жилья, социальных объектов и привлечению инвестиций идут по плану. На онлайн-заседание активы области подвели итоги социально-экономического развития региона за первый квартал. Строительство жилья – один из главных вопросов для всех Акимов, городов и районов. Ведь именно в нашем регионе больше всего очередников на жилье – более 50 тысяч. Потому с каждым годом нужно увеличивать темпы строительства. Чтобы покрыть потребность населения, Акимовласти ставят задачу ежегодно сдавать по 10 тысяч квартир. Вы не менее 10 тысяч квартир ежегодно должны сдавать в эксплуатацию. Исходя из этого, считаю, если вы будете делать ежегодно 200 тысяч по госпрограмме, это будет нормально. Мы любому скажем. У нас вот так. И плюс я не считаю, вы должны готовить инженерные сети под индивидуальное жилье. Индивидуальное жилье у нас стоит 140 тысяч человек. Несмотря на режим ЧП, объем промышленного производства области вырос на 6%. В казну региона от субъектов малого и среднего бизнеса поступило почти 29 миллиардов тенге. На основном контроле находится вопрос занятости. Ежедневно проводится мониторинг предприятий с полной частичной перестановкой производства. В целом мы уже об этом говорили, что 13 тысяч предприятий действуют, меморандумы подписаны, 156 тысяч человек задействованы. Для обеспечения занятости высвобождаемых работников, самозанятых и безработного населения в рамках всех программ в области будет создано порядка 65 тысяч рабочих мест. В целом будут все меры приняты для достижения целевых индикаторов социально-экономического развития. В процессе реализации все инвестиционные проекты планируются привлечь в экономику области 760 миллиардов тенге частных средств. Для инвесторов должны создаваться все необходимые условия на местах. Поддержка со стороны местных властей должна оказываться в полном объеме. И режим ЧП, и карантин не должны стать преградой, отметил Амандык Баталов. Вот эти вот программы, экономика простых вещей, никто их не останавливал, никто их не отменял. Нурложьер, Нурложжо, Дорожная карта занятости, АУЛ, ЕМБСГ, все это должно быть за всеми тем свободами. По посевной, и по подготовке перерабатывающих предприятий, это сахарные заводы. Азад Жумаханов, Нуржам Муканов, телекомпания ЖТСО, Талды Курган. Эпидемиологическая обстановка, сдерживание цен на основные продукты питания, реализация дорожной карты занятости и весенне-посевной стали ключевыми темами очередного селекторного совещания под председательством Акима Алматинской области Аманда Кабаталова. В течение двух часов ответственные лица отчитались о ситуации в области к сегодняшнему дню, рассказывает Азад Жумаханов. Поддержку со стороны государства должен ощутить каждый житель Алматинской области. Никого нельзя оставлять без внимания. Именно с этих слов начал очередное субботнее селекторное совещание глава региона Аманды Кабаталов. Ситуация сложная, но временная. Уже скоро все вернется в прежние русла. А ситуация под строгим контролем нужно держать всегда. Уже сейчас в нашем регионе более 85 зараженных коронавирусом. Состояние их медики оценивают как стабильное. Руководством области полностью локализованы и выявлены очаги распространения. Под наблюдением находятся 1955 человек, из них на стационарном лечении 1098. Это провизорном 252 и обсервационном 784. На домашнем карантине 857 человек. У нас четыре населенных пункта под карантином. Вы знаете, это дачные массивы в Ингрище-Казахском районе, Толгарском, Сарвозе, плюс Щелек. По территории области выставлены более 100 ограничительных постов. Все работают в круглосуточном режиме. Эксцессов нет. Да и в целом обстановка находится на личном контроле Акима области Аманды Кабаталова. Каждый пункт программы профилактики коронавируса члены штаба 24 часа в сутки согласовывают с главой региона. Соответственно, действуя сообща, удалось обойти массовое заражение людей, подчеркнул Аким области. Лучше работайте на упреждении. Поняли, да? На опережение, чтобы не было. Вот эти очаги мы определили. Ингриш-Казахский самый большой. Харасайский мы уже практически ликвидируем. Ильинский район, Кервола. Вот твои очаги. Вот там работают, чтобы дальше не было. Хорошо. И самый главный блокпосты. Каждого обследуйте, машины мойте. Слушай, вот за счет этого. Если бы мы так это не делали, у нас, значит, такая вспышка. Тем более густонаселенные у нас районы. Сообщил хорошую весть руководитель управления здравоохранения Бауржан Искак. Уже на следующей неделе ожидается выписка нескольких пациентов. Неоднократные результаты на коронавирус показали отрицательный результат. Их планируется отправить по домам, где они, соответственно, будут также находиться на карантине. Учитывая их состояние и анализы, ожидается выписка. Все наши медицинские бригады, которые стоят как на посту, так и в медицинских организациях, они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме. Лекарственные средства у нас имеются стопроцентно обеспечены. Поэтому главная задача, которая сейчас стоит, не допустить резкого роста распространения данной инфекции. Для этого все условия созданы, везде полностью условия карантина соблюдаются. На уходящей неделе благополучно удалось перевезти жителей области из города Атрау. 64 гражданина нашего региона вернулись из Тенгиза спецрейсом. Пробы на коронавирус, взятые у прибывших неоднократно, оказались отрицательными. И все они отправлены по домам. На месте 24 часа в сутки дежурили врачи, санэпидемиологи и полицейские. Трансфер наших соотечественников прошел благополучно. Там находится полностью у меня драма начальника, департамента Ниндебай. Мы обеспечим охрану и сопровождение 25 сотрудниками СОМПР, которые будут одеты в противочурный костюм. Особого внимания требует вопрос дорожной карты занятостей. Из республиканского бюджета на реализацию программы региону выделена самая крупная сумма по всему Казахстану. 109 миллиардов 200 миллионов тенге. Это по меньшей мере позволит создать около 27,5 тысяч новых рабочих мест. Акимам районов и городов стоит внимательно проводить конкурсы на реализацию проектов. И очень тщательно подбирать подрядные организации. Еще раз напомнил участникам встречи Амандык Баталов. Выигрывает местная компания. В чем? Первое – накладные расходы. Это значит, не нужно будет оттуда что-то везти. Раз перевозка даже машинальных бензинов, это уже накладные расходы. Все ляжет на себе стоимость строительных монтажных работ. Местные, у него здесь база есть, у него свои люди у себя дома живут. Это не нужно. Это тоже ложится на себе стоимость строительных монтажных работ. Временные здания и сооружения. Поэтому местные компании пусть выиграют ваши на местах. По плану идет и посевная. Карантин не стал помехой для горячей страды. Со стороны руководства области оказана вся необходимая помощь сельхозтоваропроизводителям. К этому моменту вспахано уже более 97% земель. И несмотря на переменчивую погоду, все идет согласно графику. И посев закончат уже в середине мая. Сдерживание цен на социально значимые продукты – еще один вопрос, волнующий Акима области. Сейчас, как доложили ответственные лица, роста цен нет и не будет. Для этого из регионального бюджета было выделено 2 миллиарда тенге. Азад Джумаханов, Нуржа Муканов, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. На сегодня в Ембекши-Казахском районе зафиксировано уже 35 человек, чьи пробы на коронавирус оказались положительными. Усиленные карантинные меры в связи с этим введены в районе 4 дачных массивов и 2 населенных пунктов, включая районы центра ИСИК. Как прокомментировали ситуацию специалисты, одной из вынужденных мер стало и усиление контроля на санитарных и блокпостах, число которых увеличилось. Ембекши-Казахский район сейчас переживает непростой период. Здесь в разрезе районов и городов на сегодня самый высокий показатель заболеваемости. Поэтому властями решено создать сразу 11 круглосуточных блокпостов, добавок имеющимся двум. Дежурство несут более 150 сотрудников из числа полицейских, медиков, эпидемиологов и военнослужащих. Было принято решение полностью усилить карантинный режим в трех населенных пунктах. Сами знаете, это было принято решение в первую очередь в дачном обществе Коксай и прилегающих трех дачных обществах. Потом, когда перекинулся коронавирусная инфекция, у нас крупнейший город Исык, районный центр, а также село Челек. Нами было принято согласованным областным штабом решение ввести усиленный карантинный режим. Огромную лифту в борьбе с невидимым врагом вносят волонтеры района. В режиме нон-стоп они осуществляют доставку продуктов питания, средств гигиены и индивидуальной защиты, изолированным в локальных зонах. Со стороны Акимата Алматинской области постоянно оказывается поддержка. Только за раз поступило более 600 продовольственных пакетов. Часто помощь оказывают предприниматели района и просто неравнодушные граждане. Помимо людей, находящихся в локальном карантине, мы разводим и раздаем продуктово-бытовые наборы многодетным матерям, инвалидам и пенсионерам в других населенных пунктах нашего региона. Спасибо большое Акимату Алматинской области, районным властям и нашим волонтерам за оказанную поддержку. Мне, как многодетной матери, продуктово-бытовая корзина очень необходима, тем более в такой сложный период. Желаю, чтобы пандемия отступила, и мы опять вернулись к привычному образу жизни. Усиленно ведутся работы и под дезинфекцией района. Дважды в день, как и поручил Аким области, обрабатываются улицы, дворы, детские площадки, парки, скверы и прочие общественные места. На эти работы выделено 5 миллионов тенге. В настоящее время ДЭС-обработке подлежит более 4 тысяч гектаров. Продолжаем выпуск. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе Капшигай стабильная. Случай заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано. И чтобы обстановка по-прежнему оставалась в норме, на территории города проводятся дезинфекции мест массового пребывания людей, улиц. В городе 63 остановок и 272 многоквартирных жилых дома. Обработки подлежат все здания и особенность жилой сектор. Прилечено около 40 человек и около 20 единиц техники. По словам местного руководства, этого ресурса достаточно, чтобы проводить обработку не только в городе, но и прилегающих к нему поселках Шенгельда и Заречный. В городе Капшигай начались усиленные меры по дезинфекционной обработке. В частности, обрабатываются тротуары города на улицах, обрабатываются скверы, парки, остановочные комплексы. Договор под дезинфекционной обработкой заключен 100 гуля, которые оказывают специализированные услуги в этом направлении. На сегодняшний день уже более двух месяцев работы продолжаются. Все 64 жителей Алматинской области, прибывших из АТРАУ, отправлены по домам. Тесты на коронавирус у всех оказались отрицательными. В сопровождении сотрудников полиции для них организован спецтранспорт до районов и городов по месту жительства, где они также будут находиться на домашнем карантине. А уже сегодня в аэропорт Алматы прилетят еще 30 граждан нашего региона. Все они работники нефтегазовой компании «Тенгиз Шевройл». По прибытии в Южную столицу их на автобусах отправят в один из санаторий в городе Капшигае. Сразу у них будут взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. В случае, если у всех будут отрицательные результаты, то в течение двух дней они будут отправлены по месту жительства. Если же у кого-нибудь выявят коронавирусную инфекцию, то все лица, которые были с ним в контакте, будут размещены в карантин на две недели, а сам больной отправится в одну из инфекционных больниц Южного региона. Рамазан. Месяц щедрости и милосердия. В первый же день Большого поста ОРАЗА в рамках акции «Безбергемес» волонтеры фронт-офиса Миренда ЖТСУ провели благотворительную акцию. Они раздали ифтар для 50 человек из малообеспеченных семей. Не забыли волонтеры и о постящих дежурных на блокпостах. Мероприятие проводилось при финансовой поддержке местных неравнодушных меценатов. По словам волонтеров, данная акция будет проводиться в течение всего месяца. Айдана Алимкезе – мать пятерых детей. Помимо ее семьи, вместе с ними в одном доме проживают ее свекровь и двое ее детей. По словам женщины, в период карантина приходится всем нелегко. Нет работы, соответственно, и денег. И поэтому жест волонтеров для них немалая поддержка. Их благое дело придает нам силы и дает нам понять, что все-таки мы не одни. И добрых людей в мире немало, восторгается Айдана. Спасибо большое ребятам из Центра молодежи. Я часто слышу, что они помогают людям, но не ожидала, что и до нас дойдет очередь. Вот привезли всем постящимся еды. У нас дома пять человек держат у разу. Если в начале года в составе фронт-офиса МИРМДЖТСу числилась свыше тысячи волонтеров, то за четыре месяца текущего года их количество выросло до 2043 человек. По словам руководства Управления по вопросам молодежной политики, желающих поддержать нуждающихся в период ЧП очень много. Каждый день в колл-центр поступают сотни звонков от местных меценатов и молодых предпринимателей. Сегодня хозяева одного из заведений общественного питания проявили инициативу сделать ифтар для 50 человек. Мы отвезли покушать не только многодетным семьям, но и ребятам правоохранительных служб, противочумной станции города, которые сейчас служат на передовых и держат пост. Как утверждают волонтеры, собралось уже более десятка желающих сделать благое дело в месяц Рамазан. Благодаря их поддержке, а также с участием автоволонтеров службы такси 400-400 и представителей духовенства, фронт-офис МИРМДЖТСу планируют организовать в этот месяц ифтар для полутора тысяч постящихся. 14 управлений лесных хозяйств оказали социальную поддержку 153 семьям из районов и городов Алматинской области. В это сложное для страны время сотрудники госучреждений на собственные средства подготовили корзины с необходимым набором основных продуктов питания и хозяйственными товарами первой необходимости. Акции охвачены малообеспеченные и многодетные семьи, а также одинокие пожилые люди. У меня семеро детей, пять из которых несовершеннолетние. Жилье приходится снимать. Я очень признательна за оказанную моей семье помощь. Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за то, что в нужный час проявляется милосердие. Списки нуждающихся в социальной помощи сотрудникам лесных хозяйств предоставил Нур-Отан. К слову, благодаря поддержке депутатов и бизнесменов Алматинской области в ходе акции «Безбергемс» около 11 тысяч семей региона и 307 Талдыкургана получили продуктовые наборы. Более тысячи сотрудников лесных хозяйств в Алматинской области протянули руку помощи нуждающимся гражданам региона. Сегодня в рамках акции «Безбергемс» 30 сотрудников Талдыкурганского лесного хозяйства оказали поддержку нуждающимся. Во время режима карантина спортивные лошади вынуждены пропускать соревнования. Но сохранить форму и готовность к забегам дорогостоящих тулпаров крайне необходимо. Президент Федерации национальных видов спорта, опытный коневод-заводчик Рустем Дошанов считает, что секрет прост. В первую очередь лошади должны правильно питаться, перейти на иной рацион, давать пищу значительно меньше, но переходить нужно плавно в течение 10 дней. Ежедневно выводить лошадей из конюшни на прогулку, чтобы сохранить мускулатуру и состояние здоровья. Коневод рекомендует устраивать забеги примерно на 2-3 километра в день. И это не все советы от опытного конюха. С секретами содержания Рустем Дошанов намерен делиться в социальных сетях. Мы сейчас находимся в режиме самоизоляции, но если лошади так и будут стоять в конюшнях, тогда они быстро потеряют свою форму. Поэтому мы в безопасной зоне и за городом по 2-3 человека постоянно проводим тренировки, чтобы они в любой момент могли приступить к гонкам. У нас сейчас одна задача – заботиться о лошадях, обеспечивая им необходимый угод и движение. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Хорошего вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин